По поручению главы республики Министерством здравоохранения налажена комплексная система медицинской реабилитации участников специальной военной операции, а также членов их семей. При этом это в виде оказания приоритетной медицинской помощи. Согласно установленной маршрутизации, участник специальной военной операции по приезду домой обращается либо в поликлинику по месту жительства или место прикрепления, или на горячую линию 122, а также может позвонить в единый центр сопровождения пациентов. Номер телефона 319-285. В эту систему привлечены все медицинские организации, независимо от уровня оказания медицинской помощи. В таких медицинских организациях, как Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины, а также Национальный центр медицины, развернуты реабилитационные круглосуточные койки, где разрабатывается индивидуальный план для каждого участника СВО, индивидуальный план реабилитации. При этом помощь оказывается в виде мультидисциплинарной, то есть привлечены все специалисты. Это начиная с травматологов, ортопедов. При этом могут быть другие узкие специалисты, поскольку в процессе диагностики выявляются любые другие соматические заболевания. И, конечно же, те же самые психологи клинические. Иногда даже может быть и помощь специалистов Якутского республиканского психоневрологического диспансера. Если мы говорим о членах семьи военнослужащих, или же если хотят пройти просто диагностику, мы обеспечиваем такое понятие, как зеленый коридор. И достаточно быстро, независимо от того, какая это организация, либо это организация первичного звена, или организация, которая оказывает высокотехнологичную помощь, мы и Министерство здравоохранения, и руководители медицинских организаций, и вообще наши специалисты-медики очень быстро вовлекаемся в это, ну и, собственно, оказываем помощь. Кроме того, участники специальной военной операции, члены их семей обеспечиваются санаторно-курортным лечением.